Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь очень приятно приветствовать вас в очередном информационном блоке от Славянской Церкви Адвентистов 7 дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о служении, которое ждет нас уже в эту субботу. Проповедовать в эту субботу буду я, поэтому, пожалуйста, молитесь за мое служение, чтобы Дух Святой использовал меня как орудие в своих руках для того, чтобы донести ту весть, с которой Он желает обратиться сегодня к народу Своему. Поэтому, пожалуйста, я рассчитываю на вашу молитвенную поддержку. Также в эту субботу в Украинской Церкви будут гости. Будет Александр Болотников. У него будет несколько проповедей, с которыми он обратится к Церкви. И первая проповедь прозвучит в пятницу в 8 часов вечера. Потом две проповеди будут в субботу утром. Одна в 10 часов утра, вторая в 11.30. И последняя будет в субботу в 5 часов вечера. Тема этого семинара или этих лекций – это адвентистская церковь и христианский фундаментализм. Если вас интересует эта тема, обязательно придите. Думаю, будет очень интересно и познавательно. Конечно же, не забываю напоминать о нашем молодежном служении, которое проходит по пятницам в 7.30 вечера и в субботу в 6.30. Так что всех вас ждем на наших субботних служениях. Будем рады всех вас видеть. Очень хочу поблагодарить Бога за жадную программу, которая была у нас в прошлую субботу. Слава Богу. Еще раз благодарю Бога за организаторов этого служения, за тех, кто принимал участие в его организации. И не только во всем том, что происходило на сцене, но и за угощение, все, что было подготовлено. Большое спасибо вам, дорогие братья и сестры. Я очень надеюсь, что это было действительно проявлением любви по отношению ко всем тем, кто пришел к нам в гости, ну и в нам сами. Слава Богу. Еще раз за все. И, конечно же, хочу поблагодарить Бога за социальный проект, который мы проводили в воскресенье. Хочу сказать, что в общем было принято около 130 пациентов к стоматологу и офтальмологу. И я невероятно благодарен всем, кто были волонтерами на этой программе. Кто помогал на кухне, кто был возле врачей, кто работал с людьми. Большое-большое спасибо. Мы получили очень много хороших отзывов. Я надеюсь, что эта встреча и знакомство с новыми людьми, которые были у нас на этой программе, а их было большинство, она продолжится. И в будущем мы станем хорошими друзьями и, возможно, и братьями и сестрами во Христе. Поэтому большое спасибо всем за то, что принимали участие в этом проекте. Молитесь, потому что мы бы хотели, чтобы было все больше и больше возможностей для того, чтобы служить тем людям, которые нас окружают. И через это служение открывать им весть об Иисусе Христе. В следующий вторник у нас будет встреча Совета Церкви Сори не во вторник, а в среду в 7 часов вечера у нас будет очередная встреча Совета Церкви. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, с которыми вы хотели бы обратиться в Совет, вы можете сказать ваш вопрос любому члену Совета или же обратиться ко мне. И мы обязательно его рассмотрим на этом заседании. Ну, а в следующие выходные уже переводят часы на зимнее время. Суббота на воскресенье это произойдет. Так что, что ж, ночи будут длиннее, дни будут чуть короче. Но зато в следующие выходные выспаться можно будет, Павел, получше. Также хочу сказать несколько слов о ближайших мероприятиях, особенных, которые будут в нашей Церкви. И это уже будет в декабре месяце. То есть 10 декабря у нас будет торжественное служение от молодежного отдела. Мы уже об этом говорили в прошлом информационном блоке. Тематика будет рождение Иисуса Христа. С 17 по 24 декабря у нас будет молитвенная про неделю. 24 у нас будет вечеря Господня. А 31 утром у нас будет новогодняя торжественная программа. Так что, всех вас приглашаем, спланируйте ваше время таким образом, чтобы вы не пропускали наше торжественное служение. Ну и вообще, мы очень рады вас видеть на наших благослужениях каждую субботу. Будь то физическое присутствие или же онлайн. Так что, добро пожаловать! Молитвенный блок. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козыренко, за Алексея Бондаря. Я хочу вас и дальше просить, чтобы вы молились за Иосифа и Лену Королевича. Хотя они, слава Богу, уже были в эту субботу на благослужении, на торжественном служении. Но все же нужно, чтобы еще силы поправились для того, чтобы они полноценно могли вернуться к нормальному образу жизни. Поэтому, пожалуйста, молите за них. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за прекращение войны в Украине. Ой, болезненная тема. Дай Бог, чтобы это все уже окончилось. Тем более, в преддверии зимы. Столько переживаний, столько проблем. Пожалуйста, молитесь и не переставайте за всю эту ситуацию. Ну и в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 150, 1 и 2 стихи. Аллилуйя. Славьте Бога во святилище Его. Славьте Его на своде небесном, где явлена сила Его. Славьте Бога за дела Его великие, за величие Его, все превосходящее. Славьте. Да будет Бог прославлен нашей самой жизни. Всего вам хорошего, дорогие друзья. И до встречи. Славь Бог. Славь Бог. Славь Бог.